Добро пожаловать на мою страничку. Всем спасибо, кто посетил и подписался. Двигатель 2,5 бензиновый, 182 л.с. Коробка передач, вариатор передний привод машина 2012 года выпуска. Добро пожаловать на наш канал! Еще когда была у меня предыдущая Тина хотел сделать себе выхлоп в стиле Lexus LS, именно чтобы насадки были в самом бампере, а не под ним, остановился я на насадках от Mark X. Очень понравилась форма и смотрится негромоздко. Ну вот наконец, вчера забрал свой бампер уже с вмонтированными в него насадками, насадки получились разборные, на бампере сидят плотно. К бамперу припоили крепление уши, саму насадку располовенили пока для наглядности прикрутили саморезами, но они уберутся и вместо них будут болты. Нижняя часть насадки также будет крепиться болтами к верхней части. Пришлось немного подмазать шпаклевкой, чтобы насадки сели идеально, но зато смотрится теперь все аккуратно как и должно быть. Остался последний этап, переварить сами трубы и вывести их в насадки, сделать чтобы внутри самой насади все смотрелось эстетично. Ну вот наконец, дошли руки до установки козырька на стекло, долго думал нужен он мне или нет, но вроде бы решился, заказывал вконтакте в Nissan Tino, афишал GRO UP. Установка заняла 5 минут, наклеил скотч 3M прозрачный широкий на сам козырек, обезжирил стекло и приклеил. Сегодня забрал машину с полировки и сразу отдал покрасить порог, была небольшая царапина и брызговики в цвет кузова, без брызговиков вид у машины стал какой-то недоделанный. Взял пока диски от Infinity FX35R20 под покраску за смешную цену, красить буду в серебро, теперь в поисках резины 245-35-20. Теперь вот думаю спойлер на багажнике и перекрасить тоже в черный или затянуть пленкой в черный глянец. Установил Xenon в PTF-5000, свет получился чисто белый без всяких голубых отливов, на фото получился маленько не такой. Между пятиразовым чаепития, пружины встали на свое место, заодно и поставили новый передний левый подкрылок, так как мой был треснут. Конечно если сравнивать пружины с виду они вроде одинаковые, но присела она кончена хорошо, жалко что натиану изготавливают только 3-5 см, мне бы в идеале 2-2-5 см хватило. Конечно можете подумать, что я колхозник, но скорее всего весной установим на них проставки в 1 см, дабы маленько приподнять для того вида который мне нравится. Сбылась давняя мечта, приобрел себе диски 8S VT с параметрами. Front J9 ET35 Rear J10 ET35 резина 245-35 и Haltenso Sport Comfortir. По словам продавца это оригинал, чему конечно я не верил, начитался в сети как отличить и да все сходится, но все равно меня терзают смутные сомнения. Хотя честно сказать мне не принципиально. Сейчас реплику делаю достойную, что оригинал, что реплику можно одинаково убить, смотря кто как ездит, на своей реплике Бентли я откатался с марта по декабре и проблем не было. Ничего не погнуло и не повело, хотя диски была уже б.у. Забрал сегодня свои диски с покраски, цвет получился хороший, яркое серебро с небольшим добавлением ксералика, на солнце смотрится очень сочно. Это просто надо видеть вживую, я очень доволен, в черном цвете они сильно терялись. Ну вот и все больше не Бентли стайл, проданы мои диски человеку с клуба в Ростове-на-Дону, диски хорошие, я бы даже сказал эксклюзивные, но за год уже порядком надоели. Ну и кто следит за машиной, знает о чем я мечтал с покупки авто. Затонировал сегодня лобовой атермальной пленкой UltraVision Mystic Light 93%, именно 93%, а не 83%, так как она сильно желтит изнутри, а это изнутри прозрачная. Хотелось бы конечно обычной черной, хотя бы 35%, но и так уже есть предписание за тонировку и сильно мозолить глаза ДПС не хочется. А это и по ГОСТу проходит и сам эффект от термального стекла мне нравится. Приветствую всех, кто зашел на мою страничку. Подписывайтесь, оценивайте. Подписывайтесь, оценивайте.